Можно буквально несколько вопросов вам и Александру Григорьевичу, если позволите. Позавчера президент Украины Владимир Зеленский предложил вам встретиться в любой точке на Донбассе. Какова будет ваша реакция на это и что вы можете на это ответить? И если позволите, вопрос Александру Григорьевичу. Украина в трехсторонней группе отказалась от дальнейшей работы на Минской площадке. Хотелось бы узнать ваше мнение, что вы думаете по этому поводу. Благодарю вас. Что касается предложения украинского руководства и президента Зеленского, хотел бы сказать следующее. В последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения. Это касается ряда проблем в двухсторонних отношениях напрямую. Это касается отношения к русской православной церкви и попытки ее разрушения. Это касается отношения к русскому языку и к русскоговорящим гражданам Украины и к российским гражданам, проживающим на Украине. Очень много было шагов, направленных на разрушение наших отношений, о чем мы, безусловно, можем только сожалеть. Но если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать. Возникает вопрос, мы что хотим обсуждать на этой встрече. Если речь идет о обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР. А уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия. Это первое. А второе, если речь идет о развитии двухсторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время. Если они хотят с Донбассом разговаривать, то можно и в Донбассе повстречаться, правильно? Это же их дело. Сначала нужно там встречаться, два руководителя этих двух республик. Пожалуйста, я думаю, не уверен, даже с этого нужно начинать. А потом уже обсуждать эти вопросы с любой третьей страной, включая Россию. Мне кажется, Владимир Владимирович Зеленский, уже пора научиться конкретно дипломатично себя вести, кроме всего прочего. Это касается Донбасса. Что касается трехсторонней контактной группы, которая работала в Белоруссии. Владимир Владимирович Порошенко, ну, все, кто присутствовали тогда, обратились ко мне, надо организовать. Я взял под козырек. Если сегодня не нравится, пожалуйста, можно выбрать любую другую страну. Но надо иметь в виду, что здесь должен быть консенсус тех, кто когда-то предлагал. Если Владимир Владимирович Зеленский и другие вовлеченные в этот вопрос будут согласны, конечно, группа будет работать в другом месте. Но вообще у нас говорят так, баба с возу, коню легче. Поэтому, ради бога, мы же особо не переживаем по поводу этих заявлений. Хотя, вы, наверное, пропустили, а не заявили, а потом уже опровергли это заявление. И якобы президент отказался даже обсуждать эту проблему. Ну, глупостные, сусветные, что тут обсуждать? Если кто-то не хочет этим заниматься, то тогда, конечно, причины не работать в этой, на мой взгляд, очень важной сфере, всегда можно найти. Ну, похоже, что это поиск таких причин. Уклониться от обсуждения проблемы Донбасса. И похоронить Минские соглашения. Похоронить и окончать. Интеграция Белоруссии и России, предстоящий форум регионов, взаимоотношения с Украиной. Накануне состоялись переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Около четырех часов главы государства обсуждали все аспекты взаимоотношений. Лидеры высоко оценили работу правительственных команд. По сближению законодательства выразили надежду на расширение сотрудничества в военно-технической сфере и в сфере безопасности. Минск и Москва серьезно продвинулись и в вопросе согласования союзных программ. Двигаемся серьезно по союзным программам. Вы помните, с карт начинали. Очень серьезные программы. Наверное, 26 или 27 программ мы уже согласовали на уровне правительства. Немного осталось. Две-три очень серьезные программы экономического характера, в том числе и налогообложения. Известная программа, по которой мы, в общем-то, в Минске приняли решение. Так что я с вами согласен. Мы потихонечку двигаемся. Но есть на злобу дня вопросы, которые надо усиливать просто. В том числе и безопасность, в том числе и оборона в нашем союзном государстве. Хотя, в общем-то, наверное, пока справляемся. И линии нарисуем, за которые никто не должен перейти. И достойно ответим тем, кто не понимает, что в этом бешеном мире надо быть более спокойным и жить дружно. Кроме насущных вопросов, президенты обсудили и острые темы. В частности, взаимоотношения с Украиной. Комментируя предложение Киева перенести из нашей столицы переговорную площадку по Донбассу, белорусский лидер напомнил, официальный Минск лишь предоставляет территорию для диалога и не вмешивается в переговорный процесс. Возвращаясь к союзной тематике, Александр Лукашенко также отметил, что летом предстоит форум регионов Белоруссии и России. Его в этом году будет принимать Московская область. Президенты также должны принять решение о проведении осенью заседания Высшего государственного совета, на котором будут формализованы все достигнутые договоренности.